Лето близко, редакции будут работать, как и работали. На самом деле многие захотят уйти в отпуск, многие уже устали после большого трудового периода. И как быть в такой ситуации, как не выгореть, как не задымиться не только от температуры, но и от трудовой нагрузки, об этом всем мы сегодня будем говорить. Я представлюсь, меня зовут Алла Шарко, я из пресс-клуба. Здесь из пресс-клуба также Юлия Слуцкая, основательница. Андрей Левковский, главный редактор «Комсомольской правды» в Беларуси. Ирина Левшина, главный редактор «Белопан». Сергей Сахаров, главный редактор «Ситидок Бай». И Ульяна Бабаед, редактор портала «Тутбай». Большое спасибо всем, что пришли. Несмотря ни на что. И мы будем начинать. Мы попросили вас прийти для того, чтобы рассказать о том, как вы вообще летом работать-то будете. Потому что, конечно, если… Я сейчас смотрю на Ульяну. Ну, конечно, если «Тутбай» — это достаточно большой холдинг, наверняка с какими-то кадровыми вещами проблем может быть не так остро стоит, как в более маленьких редакциях. Я попрошу, наверное, Ульяну начать. Ну, да, для «Большого тутбай» вообще удивительный вопрос летних каникул. Ну, никто, конечно, объем работы не снижает на лето. Ну, я думаю, что все как у всех, как у маленьких редакций. То есть все планируют. Ну, есть такое правило, да. Первыми в отпуск идут, там, летом в отпуск идут те, у кого дети. Дети маленькие. Ну, а все остальные просто делятся, договариваются друг с другом, кто и когда пойдет в отпуск. Но вообще я не помню и своей практики такого времени, когда, ну, скажем так, в журналистских редакциях летом были бы каникулы. Летом тоже много всего происходит, и работать приходится точно так же, как и в любое другое время. И вообще это лето — это очень хорошее время для командировок. Журналисты как раз-таки любят куда-нибудь ездить, писать большие истории. То есть у нас как раз совсем не отдых. А как-то еще какие-то особенности именно летнего периода? Ну, наверняка же большинство пойдут летом отдыхать. Ну, я по своему делу могу сказать, например, никто летом в отпуск не идет. У нас как-то сложилось исторически, что все любят ходить в отпуск весной и осенью. Мы не можем осень поделить. Ну, у вас нет каких-то таких негласных, я не знаю, правил. Как у вас вообще это работает? Потому что, ну, некоторые редакции и медиа просят сотрудников, например, не уходить больше, чем на две недели подряд, потому что, ну, очень сложно. Да, я работала в такой редакции, где действовало это правило про две недели. На Тутбай такого правила нет. Ну, то есть это просто как люди договорятся. Действительно, людей очень много. Ну, редакция большая, и кто-то может позволить себе уйти в отпуск на месяц. И, ну, как по законодательству у нас положено, больше нельзя. Да, ну, в основном, ну, просто люди чаще любят брать две недели отпуска, потому что это удобно, можно съездить куда-нибудь не раз, а два или три. Сергей, у вас достаточно небольшая редакция, и судя по постам в соцсетях, вы ищите работников. Расскажите, что вы будете делать летом в ваших условиях? Работать будем. Ну, у меня, в отличие от Ульяны, был опыт работы в редакции, где на лето мы уходили, на два месяца. Это был журнал, это было начало нулевых годов, то есть, ну, в общем-то, журналу, хотя если бы мы работали в ежедневной, или даже в еженедельной газете, это уже была бы такая роскошь. А журналу можно было так делать. Ну, и мы не то что уходили, поскольку были не самые богатыми, и тогда ни лоукостов не было, ничего такого не было. Я помню, моя первая поездка вообще была в 2003 году на автобусе через всю Украину в Румынию, а на обратном пути еще и кондер лопнул. То есть, ну, вот такие передряги, они такие были нормальные в то время. Ну, и вот за это время, за два месяца, которые более-менее были лайтовыми, то есть, можно было что-то подтянуть, можно было выпустить там не один, а три номера там, которые накопились и прочее. А сейчас, как бы, ну, я совершенно согласен, что другая ситуация, информационно другая ситуация, как бы, ну, и технологически другая ситуация. То есть, если ты уходишь на месяц, я не думаю даже, честно говоря, что не могу представить редакцию, которая так делает. Но в нашем случае, да, в нашем случае сложно, поскольку там нужно закрывать какие-то вакансии, летом это сложнее найти людей, но с другой стороны, вот мы как раз на лето и отложили, выпробовавший термин, да, для будущих сотрудников, то есть, когда так в более лайтовом режиме, посмотреть, как они работают там день-два и там прикинуть, что стоит с ними связываться или нет. Ну, и при этом, да, мы тоже самое, у нас нет такого, что прям все валом валят в летом, в отпуска, то есть, у нас все так растярушено погоду, и, ну, такая негласная договор, такой, что месяц желательно не брать, вот, то есть, два-две недели, ну, как бы люди, на самом деле, на месяц и никто не уходит, то есть, там, джентльменский договор, не джентльменский, но люди как бы вот два-две недели, два-три дня и окей. А вообще по контенту как-то у вас летом будет что-то меняться? Ну, прям таких вот глобальных изменений нету, то есть, если ты про там, у нас вот было на заре туманной юности, мы летом спускали всегда проект летом в городе, то есть, для тех, кто как бы не уезжает никуда из Минска. И реально там в 2013-2014 годах это была прямо такая проблема-проблема. В 2015 году мы запустили эту рубрику, мы увидели, что фидбэк от рубрики уже не очень большой. То есть, люди как бы, ну, привыкли, что в Минске как бы уже есть чем заняться летом, то есть, в Минске не мертвый сезон. И то есть, вот это показало нам, что, ну, и городская культура как бы развивается немножечко не так, как мы думали еще в 2012-2013 году. Вот, с другой стороны, как бы, нет. А, там, условно, европейские игры, можно было бы, да, отыгрывать их, но как бы тоже спортивная тематика не совсем наша. А, и Б, как мы освещаем спорт с точки зрения лайфстайла, в первую очередь, то, ну, честно говоря, у меня есть подозрение, что европейские игры так не отработают. Именно вот как отрабатывают олимпийские игры, когда спортсмены, как бы, рекорды – это одно, а то, что происходит за кулисами, шоу-биза фактически, да, это совсем другое. То есть, ну, к сожалению, я думаю, в европейских играх такого не будет. То есть, это я к тому, что каких-то определенных рубрик прям под летом мы запускать не будем или под какие-то информационные поводы. Но при этом, как бы, вот, планируем летом запустить один проект, который, я думаю, так немножечко встряхнет вообще, как бы, всю белорусскую медийную простору. Какой? Ну, вот, какой-то. Хороший проект. А конкретнее? Ну, я думаю, что… Если да, если вы увидите, заметите, значит, ну, вот, заметите нет, значит, не встряхнули. Встряхнем. Встряхнем, да. Хорошо, спасибо. И, наверное, у меня вопрос к Ирине. Ирина, как у вас летом вообще жизнь в редакции? Я ненавижу лето. Я начинаю ненавижу. У меня вообще профдеформация за много лет работы в новостях. Случилось со мной, потому что я, на самом деле, праздники, выходные и лето – это, ну, очень сложно. Есть своя специфика в работе информагентства. Если другие СМИ могут как-то выкручиваться при отсутствии каких-то событий, значимых за счет, или в таком штиле новостном за счет каких-то проектов, каких-то вечных тем, я не знаю, разных жанров, то у нас же все очень строго. Новости. Причем новости у нас привязаны по Белоруссии или к зарубежным событиям, которые как-то связаны с Белоруссией. И, с одной стороны, конечно, летом можно немножко расслабиться, потому что работы становится меньше и объем информации становится меньше. С другой стороны, психологическая нагрузка возрастает, потому что очень сложно производить новости в отсутствии каких-то важных и серьезных событий. И как выкручиваемся, журналисты вспоминают сразу о своих давно забытых источниках, которым они не могли полгода не звонить, буквально крохоборствуют, то есть вспоминают все-все-все-все-все возможности, постоянно мониторят свои сайты по своим темам. У нас маленькая редакция, поэтому у нас тоже действует такой негласный принцип не больше двух недель. Хотя некоторые, есть пара человек, которым нужно конкретно уйти на месяц, потому что человек просто не восстанавливается за две недели, и мы уже знаем, что это за люди. Но, как правило, с семейными планами это связано. Но, тем не менее, я, например, вообще предпочитаю брать по неделям, неделю в июле, условно говоря, неделю в августе, неделю в октябре. Мне, например, хватает, и, в принципе, многим нашим журналистам хватает небольшого срока для того, чтобы восстановиться. Мы тоже планируем отпуска, никаких конфликтов никогда не возникает, потому что все стараются друг к другу, друг по другу подстроиться, все спокойно. Естественно, люди при этом учитывают события по своим темам, то есть парламентский корреспондент не уйдет в отпуск в июне, потому что Палата представителей в июне еще работает и принимает законы. Ну, что еще? Да, еще вот я, например, постоянно веду такое, как список тем, которые где-то когда-то поднимались, затрагивались, может быть, где-то в контексте какой-то более важной новости, а потом про них все забыли как-то, да. Вот, например, условно говоря, там в январе, ну, это условно, допустим, в январе там главный архитектор Минска давал пресс-конференцию и в числе прочих там новостей сказал, что вот летом планируется начать реконструкцию там, допустим, Купаловского сквера, да. Все, все об этом написали тогда в контексте других новостей и забыли. То есть я себе сразу все фиксирую летом, вот я открываю, что там летом должно быть то-то, то-то. То есть поднимается какая-то тема давно забытая, или тоже, опять же, там Дмитрий Дашкевич обратился в прокуратуру с заявлением, значит, с требованием вернуть вот эти демонтированные кресты, да, в Куропатах, которые принадлежат ему, его собственность. Все написали, забыли. Но, кстати, так и не написали, что в результате. Надо будет написать, узнать, позвонить. Вот, то есть был ли ответ. Если ответ отрицательный, то собирается ли он дальше как бы какие-то действия предпринимать. Если положительный, то когда эти кресты могут вернуть. То есть, ну, вот как-то так вот крутимся, выкручиваемся. Но иногда это на самом деле очень сложно, потому что когда там в течение часа не появляется на ленте агентства новость, ну, я начинаю просто, ну, правда, дергаться. Я так тихо дергаюсь, но тем не менее. То есть, ни на ком это не отражается, но просто начинаю, вот эта психологическая нагрузка большая. Спасибо. Андрей. Что в комсомолке? Я уже не знаю, что добавить, потому что, в принципе, ситуация у всех примерно одинаковая, да. Ну, за исключением того, что Сергей рассказывал про там, да, когда журнал может уйти, себе позволит уйти там на месяц, на два. Я тоже работал когда-то еще там, ну, давно до комсомолки, за долго тоже работал в такой фирме, которая уходила, да, в августе, это был стандарт на каждый год, это был отпуск для всех. То есть, уходили все от генерального директора, заканчивая уборщицей, да, то есть, офис закрывался на ключ, сдался на сигнализацию, все месяц гуляли. Вот, ну, конечно, это не сценарий для СМИ, да, поэтому приходится, да, ну, главное, что, главное, а, вот, кстати, Ульяна вспомнила про редакцию, в которой она работала, где по две недели, это как раз про нас, да, то есть, в комсомолке у нас тоже это не прописано, там, в контрактах где-то или каким-то там приказом по предприятию, это такая, ну, договоренность, что мы, в принципе, стараемся больше двух недель летом в отпускании ходить. Да, если надо, конечно, человеку, там, у него билеты, он уезжает там чуть больше, то, конечно, пойдут навстречу там, да, и дадут больше, но обычно это две недели, и на самом деле жизнь настолько сейчас динамичная и столько можно получить впечатление за какие-то, за короткие отпуска, да, кстати, там британские ученые, я читал недавно, мы об этом писали, британские ученые посчитали, что самый лучший отдых, когда человек лучше всего отдыхает и разгружается, это порядка вот как раз там пяти дней, да, потом у него он начинает привыкать, и потом вот это вот, когда уже надо ему выходить из отпуска, вот эта вот ужасная фаза, которая просто, просто выбивает из колеи, он потом еще месяц восстанавливается после отпуска на работе, да, пытаясь опять войти в работу, поэтому опять дни ты не успеваешь еще вот погрузиться полностью в отпуск, да, ты уже, мозг уже разгрузился немножко, вот, ему стало легче, но еще вот этого привыкания не наступило, как вот, знаете, не подсел, да, называется. Ну правильно, чего привыкать? Да, к хорошему, зачем, вот, поэтому, в принципе, ну и планирование, конечно, да, то есть у нас отдел кадров в феврале месяце, это стандартно раздает по отделам график отпусков, где мы все согласовываем друг с другом, там, да, редактура между собой, сотрудники разных отделов между собой, ну, в смысле сотрудники одного отдела между собой, да, когда, там, поднялась отдел экономики, если там два человека, они вместе не могут пойти в отпуск, да, они будут уже как-то разводить свои отпуска по этому графику. График составляется, ну и мы стараемся его придерживаться. Да, понятно, что не всегда бывают ворс-мажоры, ну, там, хорошие, плохие, не знаю, ну, у кого-то там билеты какие-то, да, попали, у кого-то там семья собралась в отпуск, и срочно надо горячая путевка, поэтому подстраиваемся, решаем вопросы, но, в принципе, такая проблема особая, ну, нет, проблема, конечно, есть, да, летом тяжелее, людей меньше, это понятно, но, знаете, на самом деле гораздо тяжелее какую-нибудь осенью, когда начинают все болеть, да, и вот это гораздо ужаснее. Кто-то слег и, причем не понятно, с отпуском ты хоть понимаешь, человек ушел на две недели, все, ты как бы ставишь крест на нем, да, и ждешь. Через две недели он вышел, ты его раз и погрузил в работу. А когда человек болеет, непонятно, он сегодня будет, завтра не будет, вот, плюс эти все ходят сопливые, извините, кашлящие кругом, это, ну, это кошмар, это вообще ситуация неконтролируемая тогда, это гораздо хуже, чем отпуска. Отпуска хоть как-то можно контролировать, поэтому, ну, в этом плане, ну, тяжелее, да, летом всегда, кстати, хорошая возможность для студентов, у них практика в июле начинается, прибегает толпа студентов, да, и для них как раз возможность показать себя, потому что людей мало, рук не хватает, и им попадают нормальные темы, где они могут себя показать, где они могут подписать, и могут чему-то научиться. А можно вопрос, они к вам на практику приходят, их присылают? Нам уже не присылают. Вот. Несколько лет. Приходили еще пока. А по контенту у вас летние какие-то… По контенту… Вы бросаете дополнительные силы или просто уже, как бы, чтобы просто машинка не остановилась? Нет, ну, да примерно то же самое, ну, просто напрягаем те, кто остается, да. Вот, потому что, говорю, коллектив довольно большой, ну, как, относительно большой, да, там я не могу сравнивать с каким-то совсем большими, там, огромными редакциями, но, в принципе, людей, ну, то есть люди могут подменять друг друга, да, поэтому, и опять же, учитывая вот эти двухнедельные отпуска летние, у нас, по сути, постоянно кто-то в отпуске, да, потому что сейчас, благо, есть возможность, если тебе нужно теплое море, да, то есть возможность его получить и попасть на него не только летом, да, можно и зимой, пожалуйста, куда-то улететь и найти теплое море, пляжи и прочее, поэтому люди как-то вот так все делят, растусовываются, в принципе, особого напряга нет. По темам, да, по темам сложнее, но, с одной стороны, темы такие более, ну, серьезные пропадают, да, там меньше политики, меньше экономики, затишек какой-то, но появляются летние темы, и это может быть даже в плюс, потому что там, ну, бывает, устаешь от тяжелых тем, бывает, устаешь от всякой чернухи, да, от криминала, летом как-то ее, мне кажется, меньше, летом есть, вот, жара, пожалуйста, пишите, всю неделю про жару можно писать, да, как спасаться, что пить, что есть, где прятаться. Потом воду отключили. Да, потом воду отключают, потом клубника пошла, в конце концов, тут она пошла, тут ее уже, блин, выкидывают куда-то, да пиши, не хочу, тем навалом, ну, таких вот именно тем для нас, да, для нашей аудитории, для нашего издания. Я понимаю, что информагентство, конечно, сложнее, сложнее, но у нас так. Здорово. А еще хотела как раз я спросить у Андрея, вот, судя по сутеткам, у вас как раз такая есть хорошая традиция, куда-то компанией сотрудников выходить. Все, вы за нами следите, там ничего не скончили. Со всеми следим, во всех смыслах. На самом деле, ну да, это мысли, мы, как тема заявлена выгорания, да, и как с ней бороться, вот, ну, одни из способов, да, это какие-то совместные мероприятия всем предприятиям, да, где можно как-то расслабиться. Я не говорю обязательно про какие-то там корпоративы, да, и фуршеты и прочее, но вот буквально вчера мы ходили на Дали, всем предприятиям, ну, как всем, ну, кто захотел, тот пошел, да. Мы сходили на выставку Дали, посмотрели, и в планах такие, это не первый такой выход наш, мы периодически бываем, в том же Национальном художественном музее, где-то еще на каких-то выставках бываем, вот, ну, они не совсем часто, не каждый месяц, но они случаются, это тоже возможность пообщаться, возможность разгрузить мозг немножко, ну, условно говоря, не вырываясь из своего коллектива, да, вот, прервать какие-то вот эти вот связи такие рабочие, которые между людьми, да, превратить во что-то их другое немножко, в человеческие больше, это, наверное, мозг разгружает тоже. А мы устраиваем, ну, поскольку, опять же, вот мы не можем там всем агентством взять и пойти куда-то на выставку, потому что обязательно кто-то должен сидеть на ленте, в общем, мы какие-то убогие, я сейчас слушаю коллег, вот, поэтому мы устраиваем себе маленькие праздники, например, День Шарлотки, вот, у нас проходит осенью в сентябре, когда все тащат, пекут шарлотки. У вас как-то День Сала был, когда вы остались работать? Ну да, но это был просто большой разговор с президентом, поэтому это был не День Сала, просто вы купили бутылку коньяка, потом решили, потом решили к нему, кто-то приволок сало, в общем, совершенно не сочетается коньяк с салом, но тем не менее, вот у нас два традиционных дня, вот День Шарлотки, День Малосольного Огурца, вот, тоже очень хороший такой праздник, то есть, получается, ты работаешь и ешь и болтаешь, и как-то так вот, ну, вот так вот мы раскрепощаемся, вот. Вот такой не отходя от станка. Не отходя. А? Прочнее сегодня от вас, День Малосольного Огурца. Я думал, День Росийского Огурца. Да, да. День Росийского Огурца. Сергей, а у вас есть такие какие-то в компании ваши, я не знаю, дни, праздники, День Собаки, я не знаю, приведи с собой собаку или еще что-нибудь, или уведи с собой собаку. У нас такого нету, немножко по-другому затачиваемся. Мы вот пытаемся вводить культуру обмена информацией, то есть, таким образом, как бы раскрепощаемся. То есть, если кто-то куда-то съездил, или кто-то чего-то нового узнал, то мы хотим, ну, у нас есть такая традиция, все, которая не может нормально внедриться уже вот который месяц, там она все спорадически так туда-сюда, туда-сюда. Равно обучает равного называется. То есть, мы после работы, ну, как после работы, там отводим два часа где-то, там, условно, вот, Микола Шакель куда-то съездил, на какую-то конференцию приезжает, рассказывает, что вот он увидел. Да, то есть, такой вот обмен опытом. У нас был очень хороший кейс. Мы пытались, насмотревшись кейсов других иностранных редакций, типа продвинутых, хотя вот как бы наши стражилы, издатели в первую очередь, сказали, что не, ребята, это точно не пойдет, но давайте попробуем. Мы три раза пытались, если я не ошибаюсь, организовать вечеринку, просмотр последних там серий «Игры престолов». И это было очень смешно, потому что, то есть, так все очень четко, редакция, половина редакции дала понять, что это такой же прямо, ну, такой ад, а не корпоратив какой-то. А другая редакция, наоборот, сидела там, бубнила, типа, вы ничего не понимаете. Вот я посмотрел вторую серию, но я готов, пятый раз человек готов был смотреть, пятый раз готов был человек смотреть серию, мы не посмотрели. Но решили, что сериалы все-таки это такая, это вкусовщина, где нужно быть очень аккуратным, потому что, если человеку не понравится, вряд ли он прям поступит со своим чувством прекрасного, даже ради коллег. Вот, поэтому как бы прям вот таких, так классических как бы тимбилдингов мы не делаем, то есть, у нас так не принято в редакции, хотя вот наша сотрудница одна очень любит, и мы как бы вот время от времени такое проводим, типа, бранчи, которые на самом деле не бранчи, которые превращаются в такие вечеры, вечеры и вечеринки, да, когда она приглашает просто всех на большой-большой прикус к себе домой и там, ну, прям готовит, готовит, готовит все, что там, типа, ультрамодное, вот мы сидим там, едим, играем во что-то там и прочее, и прочее. Ну, то есть, такое все у нас, такое все тоже очень домашнее, но немножко вот, вот, вот такое вот домашнее. Хорошо. Ульяна, а у вас тимбилдинг приседаете, может быть, я не знаю, что вы вместе делаете? Ну, у нас есть традиционные корпоративы, и вот летний пикник намечается, по крайней мере, нам прислали письмо, может, я буду так говорить, тогда будет лучше слышно, по крайней мере, нам прислали письмо, что вот скоро-скоро пикник этот будет, но мы еще, по-моему, там держат интригу компания, где и когда. Есть, ну, так как тутбай большой и обычно, ну, вот корпоративы, это же десятки человек и даже сотни, наверное, вот. У нас есть и маленькие какие-то свои междусобойчики. Вот мы в прошлом году, например, я впервые с редакции сплавилась на байдарке, мы просто несколько, не знаю, человек 10 или 20 у нас было, вот мы поехали на Ислач, мне кажется, и сплавлялись. Все остались очень довольны. Вот сейчас планируем, как это, может, сейчас странно прозвучит, но вот мы делом собираемся сходить, например, на европейские игры куда-нибудь посмотреть. Выяснилось, кстати, что вот на тутбай нет билетов, то есть мы должны их покупать. Ну, пока еще выбираем, куда пойдем. Вот, мне так кажется, что, ну, будет много бесплатных билетов, наверное, от профсоюзов, и тут весь Минск будет ходить, а вот, ну, мы будем в числе тех, кто купит эти билеты и пойдет поболеет за кого-нибудь. Вот я, насколько знаю, тутбай, наверное, поправьте меня, если я не права. Это единственное медиа, где есть настоящие даже два HR. Что они с вами делают? Они вас как-то профилактируют от выгорания? Мне кажется, даже их больше, чем два. Я нашла двоих. Да, действительно, это правда. У нас есть HR, и они с нами работают. Вот они, например, недавно с нами беседовали, проводился такой в конце года или в начале года. Тодбай замеряет рейтинг удовлетворенности сотрудников и проводит такой большой опрос, потом анализирует, кто где чем доволен, кто недоволен. Всегда у редакции, ну, это просто специфика такая журналистская, показатели удовлетворенности всегда, мне кажется, ниже, чем у остальной компании, у остальных отделов компании, ну, я думаю, что это просто все редакции знают об этой проблеме. И вот с нами беседовали, с каждым отделом приходили HR, беседовали, спрашивали, что нам надо, чтобы нам помогло в этой жизни и в работе, чем мы еще недовольны, может кто-то что-то боялся сказать. Ну, мы обсуждали такую идею, не знаю, насколько это востребовано в редакциях. Ну, возможно, мы попробуем, то есть решение еще какое-то было не принято. Но мы говорили о консультациях, например, психолога или психотерапевта, который бы в какой-то там определенный день в неделю, может быть, принимал. Ну, поскольку я работаю вот в отделе, где люди со сложными темами сталкиваются, где и болезни, и смерти, и так далее, ну, в общем, действительно такая очень тяжелая работа с выгранием связанная, ну, и такие тяжелые темы, ну, и не только в отделе общества, конечно, и в остальных отделах тоже. Вот, ну, HR обещали подумать, возможно, попробовать такой формат. Я не могу пока прогнозировать и сказать, кто из журналистов дойдет до психолога или до психиатра на работе и сможет с ним поговорить, ну, возможно, что-то будет. Ну, здорово, спасибо. И у нас Юлия Слуцкая, которая, к слову, социолог по образованию, и есть какие-то скиллы. Вот я просто, мне интересно, у нас HR-то нету в пресс-клубе, но, Юлия, расскажи, пожалуйста, как ты измеряешь уровень удовлетворенности сотрудников и вообще, что ты будешь с нами делать? Ну, мы здесь, конечно, нетипичная команда, потому что мы не медиа. Наша работа по-другому организована, она организована проектно. То есть у нас есть глобальные проекты, в рамках глобальных есть подпроекты, за них отвечают разные люди, и это очень много работы, и часто люди не успевают прям переключать свои переключатели с одного проекта на другой, потому что, как всегда, проектов больше, чем ресурсов. И мне кажется, что именно вот в этом наша опасность, с одной стороны, но, с другой стороны, это и наша безопасность, потому что старый рецепт поработал ломом, помашу лопатой, он работает, как это ни смешно. Я имею в виду, что это достаточно хороший рецепт от выгорания, когда люди занимаются любимым делом, и когда люди, когда это дело не монотонное. Я помню свою работу в редакции, я точно так же ненавидела лето, Новый год, 8 марта. Это просто было, это вот у меня такая профдеформация была, не буду даже раскрывать. А вот работа с проектами, она в этом смысле гораздо более вдохновительная, потому что она избавляет от довольно большой части рутины. Но, тем не менее, из-за того, что работы много, есть перегрузки, то, конечно, для нас это тоже для нашей команды проблема, но мы это решаем так, мы совмещаем приятное с полезным. Мы обычно лето, когда у нас невысокий сезон, это снижение, у нас меньше публичных событий, но у нас, конечно, продолжается очень много проектов, мы продолжаем делать мониторинг, мы, как правило, летом стратегируем, то есть мы, как правило, сверяем часы, смотрим, что мы сделали хорошо, что мы могли сделать лучше, и как нам в следующем сезоне сделать это еще лучше. И вот это полезное, а мы, как правило, стараемся совместить с приятным. То есть куда-нибудь выехать для того, чтобы это сделать, всей командой для того, чтобы не только поработать, сменив обстановку, но и расслабиться и отдохнуть. Наверное, это самое главное. Ну, и еще в нашей команде приняты такие совершенно спонтанные мероприятия по разгрузке, но это не ко мне. Ты сама знаешь, кому дать микрофон. У нас есть специалист Алена Талалаева по неформальной разгрузке. Алена, может быть, ты тогда подключишься? В общем, ну, я на самом деле координатор караоке-найт в пресс-клубе. Да, хорошо, я повернусь к петь. Вот, я шучу, что на самом деле я бы здесь не работала, если бы не эти караоке-найт. Все происходит так, что мы просто засиживаемся на работе, и вдруг мы понимаем, что у нас сегодня будет караоке-найт. У нас есть сцена, у нас есть микрофоны, у нас есть проектор, есть YouTube, на котором мы включаем музыку и текст. И мы поем, мы просто поем. И поначалу у нас собиралось там пара-тройка человек. Вот, иногда к этим караоке-найт присоединяются люди, которые засиделись на наших мероприятиях. Вот, но это на самом деле очень весело. И, Юля, ты же была, да? У нас есть люди, которые не пропускают ни одной караоке-найт. У нас есть пара человек, которые были всего на одной. Но это у нас плохой месяц, когда там только, не знаю, когда одна караоке-найт. У нас иногда бывает почаще. Но когда совсем оврал, мы очень сильно овралили, у нас и два месяца не бывало караоке-найт. Это совсем грустно. Вот, не надо так, давайте не делать так больше. Алена, спасибо, что ты нас сдала. Вот, я хотела еще вот уточнить такой момент. Наверное, это будет вопрос ко всем. И очень здорово, что сегодня у нас спикеры и однородные – это медиа-менеджеры. Расскажите, как вы видите, что человек, вот он как бы на грани-на грани, и что вообще делать? Как его переключить? Какие для него могут быть предложены возможности, чтобы он не скатился в какое-то состояние такое, прямо когда он уволится? Мне кажется, первый признак, ну, вот как и редактор может заметить, что журналист уже на грани, это когда ты не можешь на журналисты ничего повесить. И когда ты даешь задание или обсуждаешь какое-то задание, и видно, что человек его уже просто воспринимает немножко, ну, как немножко даже агрессивно, да, и недовольно. Ну, и видно, что человеку сложно согласиться на это задание. Это значит, что все, уже край у человека, и нужно немножко от него отстать и дать возможность либо самому выбрать, чем заняться, и, может быть, переключиться на что-то более приятное, может быть, съездить в какую-то командировку или заняться каким-то проектным текстом, да, то есть не такой оперативной работой, да, не такой, может быть, тяжелой работой, а что-то сделать для души. Либо действительно человеку нужно уйти в отпуск, или хотя бы, вот, на Тубай есть такая хорошая штука, как «Соцдни». Можно просто взять «Соцдень», наверное, хотя бы выдохнуть. Андрей, как у вас? Ну, как, сотрудник идет по редакции и упал, значит, уже, ну, все, плохо ему, наверное. Не, ну, конечно, надо шучу. На самом деле, ну, да, вот Ульяна права. Ну, ты же просто видишь, что человек немножко становится неадекватным. Вот, что помогает и что можно делать, не знаю, наверное, ну, как говорят, да, хорошо бы сменить вид деятельности, но прямо так кардинально я же не могу взять там редактора отдела сельской хроники и отправить его поработать водителем, ну, у нас же, например, да, понятно, нет. Но, например, я могу у журналиста-корреспондента отдела сельской хроники, была практика такая, ну, это реальная ситуация, мы ее отправили на Белагра, да, на сельскохозяйственную выставку. И получился классный репортаж. Ну, правда, тоже это, конечно, было немножко сельская хроника. Это был чемпионат этот среди коров на лучшую мисс корова, но человек прибежал с такими светящимися глазами, для него было это все в новинку, да, не этот унылый шоу-бизнес белорусский, а коровки, свинки какие-то, там, трактор, что-то еще там, да, вот, и человек так немножко разгрузил, наверное, мозг, немножко отключился от вот этой текучки такой своей прямо, в которую он погружен постоянно. Вот, зачастую такие вещи срабатывают и видно просто по людям, да. У нас нет такого прям совсем уже жесткого, если ты там в отделе сельской хроники, все, мы тебе не дадим ничего никогда писать, да, мы можем и криминал дать, ну, вот, ну, вот так получилось, тоже такая ситуация была, мы даем человеку, казалось бы, криминал, это же вообще-то, ну, вот, вот человеку и так плохо, мы им еще даем какое-то, там, не убийство было, там, было, он сам убился, короче, человек этот, да, и мы даем вот ему эту заметку писать человеку, этому нашу корреспонденту, и она раз и выдает такой вообще шикарный текст, и глаза у нее горят как-то так, и она оживает, вот, ну, и вот такие рецепты. Я добавлю, что на самом деле есть еще такие технологии, это особенно в редакциях маленьких, где есть конвейер, где все люди очень сильно задействованы в цепочке, я вот пыталась на Еврорадио еще в свое время внедрить эту технологию, она состоит в том, чтобы каждому человеку, кроме галер, ну, то есть обязаловки, дать какое-то личное пространство, пространство заниматься тем, ну, чем вам хочется заниматься, каким-то циклом, какими-то спецпроектами, какими-то особенными интервью. И мы все, как редакторы, полны благих намерений это делать чаще всего, а потом текучка нам мешает, и вот в этом смысле очень полезно пытаться вставить это просто в рабочий график, когда неделя в месяц или день в неделю, но у каждого человека будет на вот его какие-то долгосрочные, ему интересные проекты. Это здорово помогает. Это здорово помогает перегрузить, переключить и вот добавить вот эту вот нотку интереса. А когда мы все занимаемся любимым делом, повторюсь, мы выгораем меньше. В общем, да, примерно вот так оно и есть. У нас все, например, журналисты, я считаю, они универсалы у нас в редакции, то есть они могут заниматься и, ну, им приходится заниматься и политикой, и экономикой, и какими-то общественными. Вот то, что сейчас происходит, вот это происходит. Либо наоборот, например, если там, вот вчера был кадр в этот день, да, большой, то есть все занимались этим, кто-то ищет информацию, биографию, там, старого министра, нового министра, кто-то ищет там еще какие-то сведения дополнительные. То есть вообще вот такой вот клубок тем. Вот, но у каждого есть, да, свои любимые, то есть кому-то нравятся экономические темы, кому-то интересная там международная политика, политика. Вот, и да, иногда вот когда вот такая текучка, и ты видишь, что человек уже начинает дергаться, нервничать, я, например, сама предпочитаю что-то написать, там, если что-то оперативное, но оставить его в покое. Долгосрочные проекты тоже выручают. То есть когда человек за что-то пытается браться, но эта тема требует там более глубокой проработки, и у него все не получается вот из этой текучки, то нужно действительно его оставить какое-то время в покое и не нагружать так. Ну вообще не нагружать, например, у нас невозможно, потому что у нас немного журналистов, и вот может быть только летом и есть такая возможность немножко вот расслабиться, вот от этой гонки информационной. Ну, я с коллегами с одной стороны соглашусь, с другой стороны, мне кажется, мы все так очень активно кривим немножко душой. Почему? Потому что, на мой взгляд, когда человек говорит о выгорании, то это, ну, человек может выгореть-выгореть, да, то есть реально, когда его отработа тошнит. И, знаете, посылать его там, делать репортаж на другую просто тему, все равно вы посылаете делать репортаж, а его тошнит. Он не может больше заниматься работой. То есть это такое себе. Вот, и я к тому же. То есть если человек выгорает на самом деле по-настоящему, то может быть самый действенный момент, это может быть просто дать человеку уйти, вот когда он хочет. Потому что у нас тоже были примеры, и мы тоже так делали, и переключали, и давали человеку другие возможности и так далее. Но на самом деле, вот, мне кажется, IT-сфера в этом смысле может быть даже показательная. То есть сейчас в IT-сфере вообще, в Беларуси в том числе, но тема профессионального выгорания, она стала вообще так топовой. То есть для, не только для стартапов, для серьезных больших фирм, это вообще тема, которая постоянно зудит, зудит, зудит. Потому что люди занимаются одинаковой работой, рутиной, монотонной работой. Поверьте, когда человек ходит пять лет на работу, эта работа превращается в монотонную. Пишешь ты код, ведешь ты проект, пишешь ли ты тексты, или там руководишь компанией. Это все равно работа превращается в монотонную. И я, честно говоря, мало знаю таких работ, прямо от которых через пять лет люди летали, все еще летали на крыльях ночи. Поэтому, как делают в конторах IT-шных, нанимают психологов. И это очень важно сейчас, действительно, потому что люди просто не могут время найти. И люди, самое главное, вот в чем проблема, люди не знают, не мы не знаем, как справиться, руководители, не сами люди тем более не знают, как справиться. Потому что нам-то видно это издалека, немножко так чик, мы можем подняться над схваткой, что называется. А люди этого не видят, потому что они слишком варятся в своих эмоциях и очень много рефлексируют. И саморефлексируют. Поэтому психологи, да, но вот увольнение и просто, если бы была возможность такая законодательная, на законодательном уровне белорусском, да и вообще как бы мировом, уходить людям в такие, а-ля в декретные отпуска, да, то есть с детьми, без детей, неважно, но просто уходить на год, а потом возвращаться. Ну и чтобы это можно было формально, там оставлять за ним место, это было бы очень классно, конечно. Но с другой стороны, я тоже понимаю прекрасно, что, ну, мы, например, такого бы себе не позволили. И с другой стороны, у меня есть примеры, когда ты человека отпускаешь, а он через какое-то время возвращается, просто отпускаешь, говорит, все, давай, наверное, разойдемся, да, чтобы как бы ни мы тебя не мучили, ни ты нас не мучил, потому что это же взаимомучающие вещи. Человек уходит, а через какое-то время возвращается, ну, просто в другой ипостаси и хочет по-другому с тобой работать. Он не хочет вообще привязки, он хочет быть свободным, хотя, как выясняется, ну, это уже другая тема вообще, насколько человек может жить свободным, особенно тот человек, который считает себя журналистом. Это все такое. Я тут расскажу немножко такую улыбнувшую историю про IT-выгорание и профилактику выгорания, историю от одного из наших менторов, акселератора, которую мы недавно услышали, когда подводили итоги проекта. Значит, команда белорусского стартапа, значительно подвыгоревшая, уезжает в отпуск вместе. Все вместе. Ребята берут отпуск вместе, они арендуют парусную яхту где-то там в прекрасном Средиземноморье. Кстати, отпуск на человека выходит вполне недорогой, 800 долларов. Ну, то есть, если вот все их там, сколько их, 15 или 10-15 человек складываются, вот они все скидываются и уезжают вместе всей командой вот на такой парусной яхте. Вот такая у них профилактика выгорания. Реальный кейс. Зато потом дома их не ждут. Я думаю, что их просто дома давно уже не ждут. Ну, вот конкретно кейс, я думаю, что там еще автор этой истории тоже что-то не договорил. Потому что вот классически там должно закончиться было все плохо. А, они еще не ездили. Ну, вот когда они съездят, тогда вот как бы мы и поговорим. Кто, во-первых, вернется, это самое интересное. Сколько человек вернется? Потому что действительно, ну, агрессия в этом смысле, притом в закрытом пространстве, это, вы знаете, наверное, не очень была хорошая идея. Даже в Средиземном, тем более в Средиземном море. Понимаете? Я тоже вот сразу прям испугалась. Я представила, как это еще с коллегами отпуск провести. Ну, на самом деле, я вот как раз сторонник такой полной выключенности. И на самом деле, то есть я стараюсь, ну, прям по максимуму, если журналист уходит в отгул или в соцсетей, или в отпуск, никак себя не проявлять, нигде не писать, даже не спрашивать, как дела. И, ну, действительно, я считаю, что человек должен быть абсолютно выключен, если он идет отдыхать. И это очень-очень плохая привычка дергать человека или что-то ему писать. Лайк можно поставить в соцсетях на красивую фоточку. Это максимум. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю задать вопросы из зала, если они есть. Потому что я обещала, на самом деле, закончить медиаток пораньше. И те, кто захочет, чтобы неформально пообщались, ну, вот если есть какой-то очень острый, болящий вопрос к нашим спикерам, пожалуйста, поднимите руку. Или свой какой-то опыт, да. Особенный. Нет? Ну, значит, микрофон. Извините, что сломал кайф уже. Меня зовут Микола, я из Сетидога. Такой неожиданный, наверное, поворот, но, может быть, он тоже связан с выгоранием. Вы помните, наверное, эту историю, как IT-конторы борются с опозданием и с этими, с одной стороны, с другой стороны, пересиживанием на работе, безразмерными этими вот штуками. Когда одна контора, она стала с утра накрывать завтрак для сотрудников, чтобы они хоть вовремя приходили бы. И в связи с этим вопрос. А как у вас в редакциях вот с такими атрибутами выгорания, как опоздание, потом безразмерное рабочее время какое-то, и иногда, и даже часто потребность поработать, ну, профпотребность поработать в выходные. И заодно с удаленкой. Насколько вы, вот я слышал про соц.нио Тутбай, насколько вообще приветствуется такая возможность работать откуда-то, но не из офиса, особенно в такую жару, например. Спасибо. На Тутбай не приветствуется удаленка. Можно, если очень нужно, договориться с главным редактором, поработать из дома, но чаще всего, по крайней мере, редактору отдела нужно присутствовать на работе. То есть это скорее исключение. Ну и сейчас дома жарче, чем в офисе. Все-таки лучше приходить. А вы еще про опоздание. У нас такое довольно… Я не могу сказать, что нам надо рано совсем приходить на работу. У нас планерка в 10 часов. То есть это не самое раннее время. Чаще всего, конечно, все задерживаются. Ну и вообще у журналистов ненормированный рабочий день. У нас есть еще дежурство в выходные. Я могу сказать, что у меня очень редко в выходные нет работы, когда я ничего не ставлю на сайт или не дочитываю каких-то текстов. Ну и просто в тот момент, когда я чувствую уже, что ну вот все, мне пора не работать в эти выходные. Я действительно беру либо какой-то дополнительный выходной, тогда все отключаю. Ну то есть я уже по внутреннему состоянию понимаю, когда пора это остановить. Но работа у нас безразмерная. То есть она вечером, и все сообщения в соцсетях, ну не в соцсетях, в мессенджерах. И тексты какие-то нужно поставить, и что-то еще падает. То есть тут нет такого нормированного рабочего дня. В этом смысле опаздывать на работу можно, да. А ваши HR-ы считают, что уже тайно какие-то платят? Нет, нам вообще платят не HR-ы. HR-ы просто занимаются нашей удовлетворенностью. Нет. Я думаю, что у нас вообще нет такого понятия в Беларуси, как оплата вот этого безразмерного рабочего дня. Единственное, по-моему, что по закону нам положено. Ну и что есть на Тутбай, я думаю, в остальных редакциях. Это просто дополнительные там несколько дней отпуска. По-моему, у журналистов это 28 дней. В том числе и с учетом ненормированного рабочего дня. Вот. Ну, это все, что есть. А дальше? Ну, а уже журналисты-редакторам как договориться. То есть я, например, не требую, чтобы журналист был на работе прям в 9 часов, да, и уходил в 6. Но есть журналисты, которые предпочитают работать по такому графику. То есть не приходят вовремя, уходят вовремя. Стараются не задерживаться. Есть те, кто там любит встать с утра пораньше. Вот у меня один журналист, например, она любит тексты писать утром. То есть вот она утром встает в 5 часов или в 4 часа и пишет текст, сдает его как раз, когда я прихожу на работу. Очень удобно. Спасибо. А у вас опаздывают на планерке? Николай задает вопрос. У нас опаздывают, я опаздываю на планерке. Но как бы у нас есть тоже договоренность. То есть мы планерку сейчас перенесли немножко по времени. На планерке стараются люди, которые прям вот принимают решения. То есть тоже это понятно, что лайтово относимся к тем, кто, точнее, идет на интервью и так далее. Тут это все ясно. А вот когда сидят и сидят и сидят, все ушли, а некоторые сидят. Ну как-то реакция какая-то есть? Типа, чего ты сидишь так долго работаешь? Иди уже. От близких родных, я думаю, реакция должна быть. То есть у нас такой нет. Ну то есть если человек сидит, ну может он там фильм качает. Откуда я знаю? А можно так? Или не дай бог там. Так можно было? Ну слушай, интернет, он же такой. Такая вещь. Можно? Почему нет? Хорошо. Давайте спросим у Ирины. Я так думаю, у вас, наверное, опаздывать нельзя. У вас же новости. Вот как раз наоборот. Более того, я скажу ужасную вещь. У нас нет планерок. Потому что мы сидим все в одном помещении, и вся наша работа – это сплошная планерка. Кроме того, если я знаю, что у человека, например, мероприятия разбросаны, у кого-то они начинаются там в 12, там в час, или, допустим, в 12, или там в 5. Начинается только мероприятие. Ему же потом нужно будет отписываться оперативно. Но у меня просто совести не хватит сказать ему, ты еще там к 9 часам приходи на планерку, потому что тогда получается, что вообще растянут рабочий день. И к 8 часам приходит только дежурный редактор. Там уже четко обозначена смена дежурных редакторов. Один приходит к 8, и до 3, второй приходит с 3 и до пора. Некоторые журналисты приходят, они подстраиваются под мероприятие. Их рабочий день подстраивается под мероприятие. Есть те, кому, если у них никаких мероприятий нет, им удобнее прийти, они любят раньше начать и раньше закончить. Есть, наоборот, люди, которым тяжело прийти рано утром, они приходят, например, позже, если у них ничего нет. Но они потом уже поздно остаются до вечера и тоже помогают дежурному редактору, чтобы там уже дежурный не оставался в одиночестве. Поэтому у нас вообще все вот так вот не фиксировано, темы опозданий в принципе нет. Но почему-то всех шокирует, что летучки нет, когда говорят, что у нас не бывает летучек. Как летучек в редакции не бывает? Что значит надо, так положено, кем положено, кто куда что положил? Если мы постоянно варимся вместе в одной комнате. Кстати, когда какие-то напряженные по мероприятиям дни, и мы знаем, что много мероприятий, хотя у нас тоже человек может с пресс-конференции, например, уйти домой отписываться, если там было информативное какое-то мероприятие, или какой-то круглый стол, и ему дома он сидит один, он работает в спокойной обстановке, а не в нашем скворечнике, где все галзят. А кто-то наоборот. То есть если какие-то события, если событий много, все предпочитают притащиться в редакцию. И мне очень нравится этот процесс, когда я возьму, я возьму, я возьму, эту тему я возьму. Это происходит постоянно вот так вот, это очень здорово. То есть ощущается какое-то единство такое. На самом деле мы говорим ужасные вещи с точки зрения трудового законодательства. Я предлагаю это не выкладывать даже никуда, потому что тут комитету по труду можно столько найти зацепок. Мы запикаем все. Да, что у нас там 40-часовая рабочая неделя. Я говорю, что люди сидят и работают на работе, что-то делают, но это с точки зрения законодательства, это нарушение явное. Поэтому, в принципе, вы же понимаете, все, что тут работают в новостных СМИ, и новости невозможно остановить. Они не могут быть там только с 9 до 18, а потом все, все разошлись. Поэтому с точки зрения опозданий или каких-то приходов на работу, четко с фиксацией по карточкам или почему-то еще, но это не сработает, потому что, ну как я могу человека, которого я заставил прийти в 9 и уйти в 6, как я могу попросить в 10 часов вечера написать какой-то текст или в выходной куда-то сходить, потому что, ну все, он свою отработал, он скажет, вот смотри, вот мой табель, я пришел, ушел, все, какие-то вопросы еще могут быть, никаких, как бы, да, свободен. Поэтому, ну, договариваемся как-то, делаем это так гибко, вот, и, в принципе, так вроде получается. А с точки зрения выгорания, удаленной работы, точнее, вот первый там блок был, да, я вам скажу, что по моим ощущениям больше всего вот у нас на предприятии, в редакции выгорают люди, как раз, которые работают удаленно, это наши сапкоры, да, которые сидят там постоянно в одиночестве, им зачастую кажется, что их все бросили, все забыли, они никому не нужны, и редактор не отзывается, потому что, ну, редактор сидит, у него тоже свои, тут вал, свои работы, он чем-то занят, да, и тарабанят, тарабанят, он не отвечает, они, думаю, тоже начинают плакать, там, рыдать на клавиатуру, потому что их не любят, не ценят, вот, деньги им платить не хотят, потому что текста не берут. То есть бывает такое, или этим людям, на самом деле, еще сложнее, чем людям, которые в коллективе, хоть как-то, да, общаются, варятся, и вот, и могут немножко переключаться, в том числе, на какие-то там, да, вещи такие нерабочие, даже во время рабочего дня, вот, это по поводу удаленной работы. По поводу вот этой яхты, я все думаю, это, на самом деле, кошмар. Если вот на этой яхте собраться и куда-то вместе пойти, и, ну, так как-то вот, если хорошо отдохнуть, да, то как потом работать вместе, я не представляю. А если плохо, так нафига-то дойти на этой яхте вместе, ну, лучше тогда уже по отдельности разбежаться, отдохнуть, и собраться потом, да. Я просто хочу еще сказать, что, вообще, конечно, я вспоминаю свое общение со следователями с Лесного комитета, и это было прекрасно. Я просто низводила своего следователя, как Карлсон Фрикенбок, потому что он не мог понять, как работает редакция. Он говорит, что входят в ваши должностные обязанности, да, там, координация работы журналистов, там, раздаю темы, сами не пишете, я говорю, пишу. Но это же не входит в ваши должностные обязанности. Я говорю, понимаете, когда надо, я говорю, пишу. Он говорит, я не понимаю, чем тогда занимаются журналисты. Я говорю, они тоже пишут. Так я не понимаю, зачем вы делаете то, что не входит в ваши должностные обязанности, с какого по какой час вы работаете. То есть вот люди, которые работают вот в этой системе, они в принципе не могут. А зачем вы работаете вечером? А зачем вы работаете в 10 часов вечера, если вы уже все отработали и ушли? Я говорю, так потому что событие какое-то происходит. У вас же есть подчиненные. Я говорю, так вместе все работаем, вместе с подчиненными. Или вдруг подчиненный там чем-то занят тоже. То есть это невозможно, эту редакционную кухню невозможно непосвященным людям вот так вот объяснить. В общем, следователь был в шоку. Да. Андрей, кстати, сейчас очень хороший вопрос затронул. Это про удаленную работу. Я бы хотела сейчас очень блиц, кратко поднимите, пожалуйста, руку, кому эта тема интересна, потому что мы подумали, что может быть эта тема на следующий год. Отлично, у нас уже есть одна из тем медиатока. Я видела, там есть вопрос. Леша, подойди, пожалуйста, сюда. Да, зовут меня Леша, пресс-клуб. Вы говорили о том, что новости не останавливаются, новости не спят. И в связи с этим вопрос ко всем. Есть ли у вас ночные редакторы, либо новостники, которые работают в ночную смену? И если есть, это люди, которые штатные единицы, в нештатные единицы, либо это люди, которые работают в штате в дневную смену, но дежурят по ночам. Спасибо. Или просто это маньяки какие-нибудь? Мне первому отвечать, да? Ну, смотрите, да. Ну, у нас есть не ночные, у нас есть вечерние дежурные, которые закрывают там период с 18 до примерно часов до 10. То есть наша практика показала, что там после 10 уже мало что такого случается прям совсем-совсем. Хотя если случается, то, конечно, там подключаются все, либо находится человек, там свободные руки, кто еще не спит, либо кто уже проснулся, как вот у Ульяна говорила, да, журналист. В 4 утра начинает писать, да, но некоторые в 4 часа еще только ложатся спать. Поэтому у разных людей разный график, кто-то может и в 12 поработать, и в час. Поэтому практика такая. И это люди, нет, это не редакционные сотрудники, ну, не те, которые работают в дневное время. У нас когда-то была практика ночных дежурств, но она тоже себя, честно говоря, мало оправдала, потому что человек просто сидит и, ну, большую часть времени ничего не делает. Мы решили от нее отказаться. Но опять же все вот очень гибко, как и говорит Андрей. Ну, многие же сидят там в интернете и в час, и в два, и в три. Если кто-то что-то видит, он там бросает информацию в общий чат, и на этот сигнал как бы реагируют все. Вот, опять же, дежурный редактор, который начинает, его смена начинается в 8 утра, но он уже там встал в 6, и он обязательно посмотрит, что за это время произошло. И если произошло что-то важное, он прямо из дому выставит там эту новость, хотя это не как бы, ну, его работа начинается официально в 8 часов. То есть все очень гибко, и, ну, хотелось бы иметь ночного редактора вообще, вот, ну, на самом деле. Пока просто чисто финансово, вот чисто финансово в свое время он себя, ну, не оправдал, то есть вот работа, поэтому мы отказались. Еще раз подчеркиваю, у нас мало. Многие проблемы из-за этого. Понимаю, вы дневного пока ищите, ночной не актуально? Да? Ульяна? Ульяна? На Тутбай есть дежурные новостники. Они начинают работать, ну, так считается, что они начинают работать в 6 утра и заканчивают в 12, то есть они дежурят. Есть как бы дежурный редактор-новостник, называется. Если и после 12 продолжает что-то происходить, то я думаю, что дежурный будет в первую очередь подрабатывать свою смену, растягивать ее немножко. И чаще всего редактор, который начинает рано утром, мне кажется, тоже встает еще раньше и начинает свое дежурство еще раньше, а не прямо в 6 утра. Даже вот смешно тут вспомнили про дело Белты, но известно же, что у нас одного редактора не застали дома вот эти вот все люди, которые пришли, потому что они не очень рано пришли. Но она встала еще раньше, поняла, что у нее отключен интернет, и нет никакой связи. Она просто вышла и поехала на работу, думала, что в стране произошло что-то такое невероятное, вот, ради чего срочно стоит бежать в офис. Поэтому сестра не отключили интернет. Есть еще дежурство-выходные, и тогда просто есть, скажем так, десятка редакторов на Тутбай, которые делят вот эти выходные дежурства. Это не только новостники, но и редакторы отделов. И там тоже дежурство такое с 7 до 12 ночи. Чаще всего люди делят на две части это дежурство. Два человека дежурят, но некоторые дежурят прямо в одиночку. И, в принципе, это такая неудивительная даже практика, когда и в 2 часа ночи, и в 4 часа ночи может прилететь дежурному новость от очень-очень большого человека на Тутбайе, скажем. Ну вот, из дирекции тоже может в общий час что-нибудь прилететь. Или даже могут позвонить дежурному, если действительно что-то случилось, и разбудить. Вот, ну, такая практика. Спасибо. Я знаю, у вас по выходным вы практикуете тоже дежурство. Ну, по поводу ночного у нас нету. То есть мы поступаем вообще хитро, поскольку политика, ну, точнее, информационная полоса в Беларуси, мира и Минска – это вообще три разные вещи. И тем более мы Минску повестку очень сильно фильтруем. Мы поступаем хитрее. То есть мы делаем запас на ночь и ночью выставляем. И те люди, которые приходят на сайт, они, соответственно, получают уже какую-то инфу. Там новость в 0 часов 30 минут, допустим. Да. В суттетях получают там с 8 часов утра уже что-то. То есть мы подключаем такие уже каналы. По поводу ночного нет. И я думаю, что реально для Минска это вообще не актуальная вещь. Хотя я, в принципе, думаю, что если бы, опять же, вот, да, были тоже финансы на человека, который занимался бы ночной повесткой, я думаю, что эту тему можно было поднимать и очень круто, вообще круто очень отыгрывать по Минску. Но нет. И по выходным, да, мы тоже работаем, тоже между редакторами делим, между авторами там делим. Кто-то может дежурить, кто-то не дежурит и так далее. Если можно еще добавить, ну, вот было же у нас в Минске, по поводу Минской повестки, были вот эти ситуации с Хавьером, например, да, когда редакция Тутбая, я тогда на Тутбай не работала, ну, я просто знаю, что вот она дежурила всю ночь и давала новости, и это прям очень хорошо сработало, и действительно ситуация была востребована. Есть у нас еще такая штука, например, в новогоднюю ночь дежурный, а есть дежурный, который дежурит с 31-го числа, отписывает то, что сказал Лукашенко, вот, там, не знаю, без 10-12, ну, почти в полночь. И эту заметку читают, она имеет хорошее прочтение, то есть все у нас хорошо в Минске, все любят ночью что-нибудь почитать, даже если это новогодняя ночь, и это речь Лукашенко под елкой. Удаленное редактирование на сайте, у кого есть, поднимите руки, кто хочет ответить на это. Ну, я думаю, что это... То есть, чтобы человек из дома, но Анна представляет государственную телекомпанию, поэтому я думаю, что такой возможности там наверняка нет, из дома. Ну, тут, да, есть такой вопрос, как бы безопасность, я думаю, что после дела Билл-Тэта вообще как бы всех уже касается. Вообще юристы советуют, ну, понимаете, как бы, если у вас админка, то вы работать можете хоть с Луны, главное, чтобы интернет добивал, и это факт. И как бы то, что законодательство сейчас затачивается под то, что была удаленная работа, да, вот будут, я не знаю, приняли или не приняли еще по поводу типа фриланса, на самом деле не фриланса, а просто удаленные работы штатных единиц. Принимаются вот как бы такие поправки в трудовое законодательство, а не когда будут, они это вообще в законе. То есть вы можете, если в штате находитесь, можете из дома спокойно работать. Но юристы в этом смысле советуют такую штуку, да, вот как вы говорите, фиксированные IP-адреса, ну, это очевидно, что нужно делать, особенно если там госструктура какая-то, там условно опять же белта, и не дай боже вас хакнут и выставят, ну, это все будет. Поэтому либо так, плюс еще юристы советуют прописывать в трудовых договорах вот эти все вещи. То есть каким, допустим, аккаунтом вы имеете доступ, под каким ником, с каким паролем, с каким IP-адресом вы имеете доступ, с каких точек города и так далее, то есть чтобы, ну, вот все это было очень прозрачно. То есть это как бы упрощает и с точки зрения наем как-то. Человек, который нанимает вас, да, все прозрачно, и вам как бы все уже тоже никуда не отвертится, и для вас все прозрачно. Ну, то есть, конечно, тут прописывать надо, и все. Ну, я думаю, что к теме удаленной работы мы все-таки вернемся более подробно, поговорим. Вот, а сейчас я хочу всех поблагодарить за то, что вы здесь с нами вот это все обсуждали, слушали и делились опытом. Вы узнавали, наверное, опыт, раз вы остаетесь до сих пор. Это было интересно. Вот, спасибо большое. Ну, и, наверное, перед летом такое небольшое резюме. Это для тех, кто работает, если вам совсем уж плохо, наверное, как-то сигнализировать об этом, да, то есть не дождаться до того, чтобы упасть, и на вас там потом уже обратили внимание, на падшего. Ну, и, конечно, вот эти хорошие практики обмена опытом, совместных каких-то мероприятий, стратегических всяких планирований. Лето – хорошее как раз время, чтобы попробовать сделать что-то новенькое, наверное, для себя. Да, мне очень понравилась история комсомолки с коровами. Вот, наверное, потроллили там, на самом деле их немножко. Так что пробуйте новые, жалейте себя, ну, и хорошего лета. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.